Да лааадно. Нет, вы серьезно? Не может быть. Видимо закоренелые эстонцы работают в фидбеке Apple. Причем слабовидящие. Здравствуйте дорогие друзья. Состоялся релиз третьей беты iOS 11.1 для разработчиков. В этом видео мы затронем все важные нюансы свежего апдейта, нововведения, баги, исправления, производительность и прочие аспекты. Ведь это, пожалуй, самый подробный обзор операционки по крайней мере в русскоязычном YouTube. Так что будет интересно, ставьте лайк и устраивайтесь поудобнее. Авдейт получился достаточно компактным, чуть более 150 мегабайт. Первое что вы заметите вернули тактильную отдачу на экране блокировки при неправильном вводе пароля. А то получается что датчик Taptic Engine есть, а виброотклик выпилили из многих меню. Как же приятно было раньше открывать с тактильным откликом центр уведомлений и пункт управления, но увы. Конечно же все заметят отсутствие микролага при открытии меню 3D Touch. Я уже даже не помню с какого релиза тянется эта проблема, пожалуй с первых релизов iOS 11. Главное, что пофиксили. Все работает плавно, быстро, без дерганий. Видимо новый лозунг Apple лучше поздно чем никогда. А еще при активации функции удобного доступа двойным тапом по кнопке домой вернули возможность открывать центр уведомлений без необходимости перехватывать устройство и тянуться к верхней части дисплея. Теперь вновь все можно делать одной рукой. Apple прикрыла серьезную дыру в протоколе WPA2, благодаря которой злоумышленники могли работать с вашими беспроводными сетями и соединениями и дешифровывать конфиденциальные данные вроде паролей, номеров банковских карт, фотографий и т.д. А еще были изменены какие-то механизмы внутренней безопасности потому что при подключении к уже известному iPhone-компьютеру смартфон вновь предложил пройти ритуал доверия. Список остальных мелких исправлений, микроизменений в работе приложений и внутренних механизмов системы на iPhone, iPod Touch и iPad вы можете увидеть на экране. Синхронизация сообщений с iCloud, протокол AirPlay 2 и оплата Apple PayWay Message по-прежнему не работают. Видимо эти функции прикрутят к финальному релизу. Изменений по части автономности работы я не заметил, по крайней мере за сутки теста, а это ни о чем не говорит. Переходим к циферкам. Синтетические тесты говорят о том, что количество очков по сравнению с предыдущей бетой немного поубавилось, что в NikBank 4, в тесте на одно и два ядра, что в Antutu. Практические тесты показали, что Apple провела некоторую оптимизацию работы iOS 11.1 Beta 3 по сравнению с последним финальным релизом iOS 11.03. Скорость запуска некоторых приложений в iPhone 7 и iPhone 6s на доли секунды увеличилась, но фактически это невозможно заметить без сравнения лоб в лоб. А вот на iPhone 5s и iPhone 6 результаты на эти же доли секунд стали хуже. Анимация и скорость работы в iOS 11.03 чуточку лучше. Конкретно можно будет судить об этих вещах уже в финальной прошивке. Финальный релиз iOS 11.3 ожидается к концу этого месяца. Обзора финальной версии iOS 11.03, которая уже доступна для скачивания, не было на канале, потому как о всех исправлениях можно было прочитать в описании самого обновления. Ничего другого там добавлено не было. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, огромное спасибо вам за лайки, репосты и приведенных друзей. Я действительно ощущаю вашу помощь. Подписывайтесь на канал, увидимся в следующих видео. Пока-пока.